исследования научные среди наших участников и оказалось что почему-то магия предпочитают жару более прохладной погоде то есть обычно жалуются дару до лежалось на жару но приходит при этом в жару гораздо большим количеством чем в прохладную погоду как тебе не ну то есть и ну просто можно понять то что да в жару тебя конечно сослев холод все может быть лениво выходить из дома такой думаешь вон надо больше одежды там что еще но не знает конечно но там на первом столах но чем этот довольно для кажется странновато я я хожу на турниры в любую погоду если не хочется прошу когда следующий раунд раунд это закончились две минуты но там какие-то еще будут ходы оретировочный минут максимум 5 10 5 10 то есть всякое бывает сейчас уже чем дальше в турнир тем быстрее меньше людей меньше толкучки меньше парингов заполнять слепов главное чтобы было меньше в контроле но не знаю кстати не знаю какой контроли идут ну я тоже не знаю как они идут но не знаю насчет погоду все довольно прохладно да мне кажется даже попрофорнее чем на дыли как все открыт куда мы открыли окна с двух сторон хорошо протягивает и пока никто не жаловался то есть в рамках и не холодно то есть вот конец раунд объявили так ну что иглотки у нас есть тем для разговоров может быть про мету закончим давай потом уже перейдем к другим всяким вещам чего я ждал отмет я ждал в многих игроков я ждал много вы контроле я не ждал и был прав я не ждал конту к бурнов честно да да я ожидал что будут кинь фениксы возможно но он тоже 10 штук тех тех я думаю что это все таки просто потому что бурны это базовый чайс если не зачем играть и ну бурн он то есть мне кажется конечно тот кто пришел бурном по уму ему стоило идти монарет феникс да но опять же все таки стоит помнить что феникс и самые дешевые карты это мифик и ну около того ну то есть понятно что ну это требует каких-то вложений так далее не все может быть над настроены у кого-то есть бурн он в него верит еще не все умеют играть с фениксами так как бурном с бурном я к тому что бурном играть проще чем феникс ну в целом да ну конечно это другой же разговор но суть в том то что бурну довольно разумный выбор на большой турнир ну не тот бурн который вот конкретно сейчас но бурн как архетип и серии быстро от монарет феникса можно считать бурном быстрая красная быстрая колода которая просто ходит и хочет убить человек как можно быстрее все ее карты подчинены одной цели то есть у тебя просто ну всегда есть четкий план и ты тратишь на раунды меньше времени и соответственно ты можешь там не знаю сходить спокойно в туалет покушать попить покурить там не знаю размяться и все хорошо у меня всегда эта проблема с турбодруидом я заканчиваю раунд за 15 минут потом полчаса шатаюсь по клубу не знаю чем заняться ну вот видишь я тебе сказал что ты можешь делать в смысле профессиональная виолетта спросите у нас мы туда просто так взяли микрофон сами с собой тет-а-тет давно не виделись учим друг друга что на турнире надо в туалет ходить что ты думаешь насчет хисторика это новый формат магии его недавно анонсировали будет сначала варенье потом возможно переберется да как пойдет переберется возможно в петер но в принципе мне идея нравится ну единственное что я хочу с кладешу вместе ну я бы даже вот единственное я бы хотел до больше сетов то есть я может быть хотел бы даже вот ну на перц ну с анистрадом или зэндикаром но я сатай то что просто мне нравится вот очень конкретного карты из того времени ну лично если например нравится там низ за три маны мне нравится лилиану last hope мне нравится трекер там не знаю грим флэйр все вот те вот такие бэгэксные карты которые играли в стандарте она была до кладеш или после да вот то есть вот все вот те карты они мне просто лично очень нравится мне приятно ими играть и калитас мне нравится например то есть вот все вот те как раз черно-зеленые вот такие карты и вряд ли эти сеты будут по крайней мере в сильно ближайшем будущем если они вот и без них скажем не этот формат чуть менее вот просто привлекательный про кладеш вот я слышал они вроде как говорили да что у него потом добавят и с кладешем у нас появляется историк версия трона это морол у нас появляется историк версия ктвина это сахили комбо пускай хотя бы до склада шаблана вот с этим с если добавить еще луну то у нас появляющего bg то есть bgx и ну вот на ну хотя монарет будет точно сильный с аман кладешем самым этом будет точно сильный бонарет на то есть бурный есть как бы все у нас весь набор есть что там убеска контроль тоже собирается все нормально модерн то есть тот вот который историк сейчас они заявили ну понятно что формат нужен ну то что нужен но в нем есть некая такая оправданность потому что понятно что они создают какие-то форматы с некой оттечки был на парик стенда там какое-то время и так далее был ротируем да он был ротируемый но допустим что что сейчас будет она близко к допустим к тому каким был бы экстендер какого-то момента марвел убьет айон ну фиг знает ваще они его могут забанить марвел без уламога не так сильно убьют кстати да 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 ну блин если если добавить с луну то можно обракуков не ну луна это уже как бы луну вряд ли добавить да но я хочу сказать что в принципе это решение понятное решение осмысленное понятно что они будут периодически добавлять какие-то новые форматы и сейчас когда вот у них есть этот новый продукт арена который ну вот влился искать новую струю игроков и сейчас они там столкнуться с ротацией и нужно как-то и терять карточки никогда не приятный нужно их как-то оставить вот хотя в хардстоуне почему-то людей это не парит ну хардстоуне более просто молодая игра магия хардстоуне в какой-то момент то что мы создали формат где есть ну да не легаси там вольный 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 я просто хочу сказать то что как бы формат нужен про зандикар ничего не говорили не будет его тоже нет не факт как бы неизвестно то есть я вроде бы в файлах игры находили вот инистрат министрада принесла для своих ходили файлы корр или ничего не слышал как бы говорит ли это о том что когда-то добавит не говорит зиндикар был совершенно поломанный я еще не вижу смысла этого добавлять ну там тут же уламок этот ну зачем я на зиндикар как бы смотри пчула мог без ну рамок с марвелом да это не всем хорошо то есть тогда уже что-то банить придется баров ну или ламага за большого могут останется врагу ночью не знаю формат пускай будет что называется я не думаю что он приведет каким-то огромным оттоком откуда-то или куда-то особенно если по нему не будет каких-то глобальных турниров даже если будут не знаю попробую поиграть формат точно потому что ну я не вижу ничего плохого в том чтобы сесть дома варенку я сейчас мою варенку не получается играть просто потому что мне скучно играть в стандарт и вот и драфты я тоже вину с драфтов у меня просто горит я не умею и не умею их играть к жили вот такой это вечный формат которому у тебя есть постепенно как бы расширяться что-то какие-то есть колода который ты можешь спокойно так тюнить обосновательно так засесть за формат можно по вечерам да почему нет и на согласен на просто лично от моего чисто просто мой вкус то что мне нравится вот карты из тех сетов и все дайте мне карты секса да ладно окей типа но просто мне так хватает во что играть я играю и в легаси и там не знаю да прекращай зачем телега себя во все играет то есть я единственное во что я не играю наверно это командир и хорстол ну из магии вообще зря ты командор веселый формат ну не знаю немного раньше играл но как-то я играл я на самом деле я начинал магию с ну типа как все потом я ушел в мультиплеерный командира я понял что мультиплеерный я не могу в дипломатию поэтому ушел из мультиплеерного командира он начал опять играть модерн потом ушел из модерна в дуэльный ядыха и его забанили в смысле дуэльный ядыха забанили там что-то какое-то дичь начали творить банами поэтому я полностью забанили весь формат короче ну да там просто сделали из 30 хитов 20 я такой мой тир 2 с половиной генерал не работает мне стало очень грустно того чтобы вот тир 2 с половиной генерала забанили захейтили до закрытили практически вот и как-то сих пор я играю модерн и в принципе я доволен конечно формат быстрый да он очень хаотичные как как страз в этом в блокноте упоминается по ночам по ночам сплю это лежу под под одеялом пишу хагаки хагаки и сжигаю их утром здесь я вы продолжаете комитет да конечно продолжать я тогда сказал что вам выбрали фару да да у нас будет сейчас свидание вслепую так 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 полегче но не у нас смысле у нас но с другими людьми понимаешь как бы на фото приведут кого нам приведут ну я вот не знаю вслепую поэтому и все остальное мы ждем так листы скоро на фичи зоне появятся игроки что ты думаешь насчет такого прекрасного формата турниров которые некоторые клубы выбрали для ем цику это такой формат как модерн плюс драфт насколько он нужен комьюнити именно вот нашему комьюнити ну не знаю лично мне он нравится то есть я знаю что нас тут с тобой разная точка зрения но просто я ну могу сказать что я лично просто неплохо игра лимитов то есть я не буду говорить что я там я готов напекать всех этих модернистов ну конечно не так хорошо там как какие-нибудь другие люди его играют ну неплохо и поэтому лично мне просто даже чисто фаново то есть знаешь какой-то из серии ты пришел на фнм например выкатнули модерн а потом восемь человек остались и катнули драфт для меня это примерно вот такая же ситуация но только тут еще как бы там ставки выше призы там выше как бы квалификация куда-то все это единый турнир но лично мне это чисто фаново например я просто люблю драфт и мне я скажу почему мне не очень нравится этот вариант турнира по стополику именно как квалифайер в финале это окей но почему мне нравится как квалифайер поскольку тебе надо готовиться как бы ты не можешь сосредоточиться на каком-то одном формате тебе приходится и то и то в итоге ты приходишь уходишь с модерна не доходишь даже до лимита да и зачем я потратил условные там 8 9 12 50 часов на то чтобы наиграть драфты в онлайне или как-нибудь но там ведь есть еще отдельная силитные квалифайеры то есть если ты например прям настроился допустим вот это лето вот это лето модерна там то есть играть либо лимитед либо модерна модерн плюс лимит это как-то но не туда не сюды но просто нет и можете порешить такой окей типа я хожу только на лимитед такие я хожу но я так и решил но есть же модерн который 108 модерн ну я не говорю я говорю о том что вот форматы модерн плюс драфт в топе как именно как квалифайеры они довольно странные с точки зрения того что на них приходится тратить много ресурсов и в итоге они уливаются никуда если ты какой-то потом пошел модерн до квальнулся и тогда ты уже так играть драфт и драфт и это полезно то есть полезно но смотри если ты именно такой competitive маг который куда хочет добраться это без драфтов ты не уедешь потому что драфты играют если ты компетима ты должен быть играть вообще во все вот кроме команды а если ты давных пор даже паупер надо играть если ты не компетите по фановый маг ну ты наверное не падешь топ поэтому тебя это не касается а если ты вдруг попал топ но ты фановый маг ты любишь по фанится по фанился на драфте то есть подра подрафтил деньги ушел да не знаю я кажется подрафта собрался я не вижу проблем в этом формате лично мне он нравится я был бы не против если в будущем подобные турниры были бы из серии там стандарт плюс драфт например модерн плюс не дыха автор не ну а где паупер что ты думаешь насчет легализации паупера так ладно это была не перечная шутка ну просто я она мне пришла она пришла мне в голову она пришла мне в голову но я не стал ее озвучивать то что у нас сколько стрим 13 плюс не вообще да ну вот поэтому мы обойдемся без моих шуток которые я не стал сам говорить но что с ней для меня при плевал и я ему это скажу я тут же придет я смеюсь лицо опасность он больше сказать то что легализация паупера это окей потому что опять же популярный формат и опять же формат со своими интересными особенностями другое дело кто там горит что из-за того то что то там как-то все по-разному я с тобой согласна что-то там из серии разрешили запретили какие-то карты которые может быть можно что-то заболели превентивно то есть там что-то переиграется мета как бы я не играю паупер поэтому с этой точки зрения мне все равно я с тобой пожалуй соглашусь а то что принципиально паупер живет в такой форуме нет я не играю я просто говорю что есть там что переиграется мне все равно а вот то что он в принципе дальше мне как-то было нечем мне как-то не было не было не было нечем заняться на выходных я решил открыть матма до у меня там ничего нету я с нуля окупил себе дочку паупер пастилу пистелонс бы в пистелонс и решил поиграть одну лигу я два раза сыграл странам я больше никогда не играю так у нас эти нас играет сакуров евгений там кстати ошибка на этой на саппоров не саппоров а саку сакуров этого до клести я просто знает этому нижегородский маг один из лучших магов нижнего ой это ваня воронцов а это ваня воронцов наш замечательный журналист саппоров сакура контент-мейкер ну в общем он хорош пояснилось он все делает да и средства кто у нас чем играет и ваня слова сакура я знаю чем играет ваня ваня играет сахили а ваня играет сахили комбо нормальная колонна сейчас довольно хорошая кстати кстати я никогда не видел как она играет она нормально лучше после выпуска трех мановых волкеров сахили оси следовало нарсет и тифери потому что это сами по себе сильные волкеры плюс ты их блинкаешь филидаром 4 гофе или просто больно какой-то ты 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 их блинкаешь филидаром 4 ход и дальше гриндишь вели то есть серии ты поставил тифери блинку твою фигню поставил филидара блинкнул тифери фигню снова это плюс он прикрывает комбо то есть это теперь у в р в р фрэншип блинк ну да плюс там еще есть опции играть зеленым цветом что в принципе зачем вам зеленый клятва низа которую ты блинкать или и дарки чтобы ставить соответствую тебя второй ход например волкер за три третий ход филидар так быстрее но ваня играет без зеленого цвета он играет более контрольным шеллом я не увидел что там левая стриманда спел персы и все дела а у сакурова там что а у сакурова у него афинити это настрадалась эта колода за последние полгода даже не полгода афинити все равно настрадалась афинити за последние года скажем так кстати у афинити есть одна хорошая карта для этого матча это волкенбалиста потому что она стоит нас в этой волисти да она стоят на столе мешает закрутки безотносительно атефере то даже теперь это же работает ну да потому что ты не костишь ничего ты про способность активируешь в хардет скейлс там очень важно именно хорошую стартовую руку все-таки поиметь им какой-то энджайн то есть у тебя нету хардет скейлс на стартовый то дальше будет тяжелее чем обычно как бы я бы зачем очень тяжело но с хардет скейлс очень хороший заход бывает без хардет скейлс ну такое так ну что у нас в принципе есть часть инжайна это вот такая вот штука которая может ставить токенов приказки других существ за одну ману и она довольно хорошо как раз комбиться с аркбант реводжером потому что ты стоишь каких токенов идешь вширь потом ты можешь кого-то про есть и на кого-то положить каунтер и ну и так далее максус 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 может нас ждет но нет пока про экскурсинга бак полкер на один и кстати вот стенка парит даже парь ну умеренно можно пойти вширь но здесь скорее вот будет парить если придет тиферии по балансе этот не кирто он сейчас походу и сделать это будет конечно а нет сахили таки похоже что ваня возможно планирует ну собственно да просто мне мне кажется плане просто до закрутиться на 4 ничего что-то ему не сделает я ну что-то можешь сейчас по листу поставить и ты не можешь она в минус 3 то говорит но она осмотреть типа ты сделал на минус 2 ночью ли на 2 но ты блин куфли дара блин кула сахили она на 3 на 3 до минус 2 на 1 добили я по листа прерывает камбу поэтому если есть по листа то я надо поставить вот не вижу что там сверху там есть в городе скелсать сказать в руке какие-то артефакты но сейчас мы увидим что же не решит же не очень такой выдумчивый маг и конечно он знает что тут может его ждать если у него есть опция повлиять на камбу то он этой опции воспользоваться а если еду мы начнем следующий модерн вот вам кубок четвертого хода все правильно они четвертый убили все так работает попали и и даже двери пришлось разбанивать да и даже три на кому это ты нужен так сначала шамана хэгаке 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 хотя он может типа пойти в атаку ну да он может типа много всего проесть чтобы убить эту стенку но наверно в этом нет смысла вообще нет потому что потом если допустим еще не ломать кому есть там не да это ничего не делает а если там придет теперь и по балансе твоего большого фингер бака это будет просто показал две карты да я я так же делаю когда трудом игры так работает ну чтож две таких колоды которые у Жени давайте посмотрим что есть в сайте у Жени потому что его сайт более важен чем сайт у Вани какой ник где меня зовут Егор Кенис ты да? на Атавдеке я Кенис да СС СС Кенис нас сейчас не забанят его на СССР в СССР в СССР уже выехали товарищ майор это мы не про то а так ну смотрите у Квашины все равно уууу я всего лишь подрядчик ну забанят твой канал так ну смотри забанят твой канал вас не несут в СССР короче ладно у Сакурова есть три дисмембера в сайте правильно я поправлю? три дисмембера ну вроде да правильно поправлю? да Сакуров все правильно теперь короче три дисмембера и на этом ну как бы все заканчивается его хорошие дела у него есть еще какие же там допустим скачок эволюции как карта в гринд там не знаю есть там ну остальное ему даже особо не нужно а объясните как он убил смотри у Сахили он нам прям прям показывает сайдборд там было 2 2 нарсетки и 2 опта по моему да? это он отсайдил это он отсайдил два сайдил два сайдил два да он сам много работал комментатором поэтому он понимает как сделать так чтобы комментаторы увидели что он делает соответственно комба такая у тебя есть Сахили Рей которая может блинкать вот она как раз ну она не блинкает она не блинкает не она ставит копию существа либо артефакта и эта копия входит с хастой да при этом она встает с артефактом да соответственно есть Филидар Гардиан который существо 1-4 за 4 маны он выходит и блинкает что-нибудь перманент любой да любой перманент вообще любой землю тоже может все что угодно даже сам себя может вот и соответственно ты его ставишь ты блинкаешь Сахили у тебя есть свежая Сахили с тремя жетонами с помощью Сахили ты копируешь Филидару он входит в игру соответственно у него есть новый триггер это новый Филидар он блинкнул тебе Сахили Сахили на трех жетонах и так ты можешь делать бесконечное число котов с хастой и зайти в атаку на там сколько хочешь то есть это напоминает вот комбу да сплинтер твин которая похожим образом работала ну не вполне так но идея такая же ты просто имеешь две карты которые в сумме дают бесконечное количество существ с хастой да и все они идут в атаку и убивают оппоненты то есть у этой колоды могут быть какие-то свои проблемные ситуации когда тебе в один из кусков прилетает ремувал борис мост на второй кусок ну да либо если там на PR есть мост и ноль карт в руке либо еще что то закрыта но опять же появился тиферри который может можно б08 смотрит ефери это мой новый ответ на мост и мой новый ответ на чан дру и новый ответ на попытки именно эффективный комбой не상이 очень крутая он какой-то сам по себе в этой музее то настолько крутой что им даже пытаются играть в банд в бандруиде да да логично это такое спорно ты за опять же ты защищаешь свою камбу и ты можешь на инстанте забрасывать просто сам по себе как бы настолько инжай так такой валу и приносит такой board presence что он делся трекшн 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 ну да велосити увеличивает ну в общем кто не знает почему мы угораем сходите на табдекан лимит и почитайте статей да успейте заплатить 150 рублей пока это не стал беззавтра уже не сможете а и вы не закинете мне на карточки там так что кто хочет когда вы не закинули то денег на карточки в мире грустит один андрей да или на что-нибудь я купил себе микрофон и и постер на стену на куда на стену постер ну не постер ну в общем потом покажу блин уже бесплатно уже покажешь чертов назар а все из-за него нет 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 чтобы еще папа и воли немножко блин еще и не пришлось ну ладно вы можете задонатить все равно кидайте мне деньги ла рога вторую часть ну что касается жени сакурова да у него есть 3d с мембер и скачок эволюции больше внутри 10 мембера по-любому нужны у сакурова харден скейл с афинити у меня на постере этот новый арт от пастен флеймса там где женщина со свечой а на заднем фоне замок горящий это ты после катки но соответственно уже не супер много сайдану за счет то что еще четыре баллисты в мэйне и возможность прессовать сахили существами просто минус в том ухажит скейл что у него как раз низкий велосипед перевожу на русский язык он очень медленно пробирает карты у себя в колоде сати гляньте чего у него маленький selection ответов то есть маленький выбор среди ответов маленькая возможность найти нужную карту там есть четыре стильница из интересом есть статьи спелс кайт меня который тоже может это комбой по взаимодействию да да только этом раньше ломали твин да был тогда что касается земель то все все кипнули у него всего два этих канопе эффекта в колоде он оба сдал да но то есть я обдумал вдруг он еще положил например угэ канопе но нет у него всего две обычных канопе не стал он перри то что можно принципе играть но как бы то ни было уже не есть некий старт есть земли есть существо есть мог с apple пока не активный но при желании можно и активировать а кстати на через клэм тоже прерывает камбу потому что твой артефакт становится если твой филидар становится артефактом и ты можешь бахнуть следующего филидара так что в принципе думаю он разумно посадил на через клэм какое-то количество осмысленно опять же это ломает стони сайленс который от белой колоды ты ждешь я слышал что я общался с пилотами харид скейлс и они мне я я утверждали что стони сайленс не особо парит не ну это бред они просто проходят они играть не умеют потому что харден скейлсон отключает тебя баллисту реводжер и твоя колода ничего не может это в этом матчапе я наверно согласен единственный твой плюс перед простой афни то что у тебя больше источников маны не являющиеся артефактами даже тебя есть у тебя есть леса канопе и так далее то есть у простоев не у тебя еще такие барабаны и цитадели до оригинал не артефакт ну ты копию просто бахаешь и все а ну да он может просто целить всегда к но если он захочет друг поцелить копию но он теперь этот баллист вышла и вот сразу показать ну да реки до 1 час петь правильно говорит то что оригинал является артефактом и поэтому можно крутиться через оригинал но вот в онлайне бывают смешные ситуации если у тебя оригиналы где-то там в конце и ты хочешь кликать ближе к сахиле ты можешь кликать на артефактную копию не играете комбоев в онлайне ну я играл сахиле ванна это посчитал сколько мне нужно в другом и друидом закрутиться в онлайне там что-то около совсем там кликов было так ну тем временем соответственно у вани пока супер много ничего нет у него видимо более контрольная рука с какими-то инстантами вот я пропустил сейчас вот уже женен жизнь ваня просто отпасил баллисту и передал ход ну а уже не есть некоторое количество земель возможно скоро он начнет рвать как он плюс hard skills надо фрэнзи аффинити надо обычной аффинити в том что у hard skills гораздо выше валу то есть у нее одна карта вносит импакт в игру больше чем у обычной аффинити не ладно ты поставил фрэнзи у тебя карта нормальный импакт вносит кстати как тебе новый фрэнзи из замыла фактами да ну тоже ничего смысле тоже ничего но на голову выше чем в обычной фрэнзи в аффинити думаешь там у него все костится всякого просто наберешь ази воду вывалил земли ну по одной ход ну плюс в том что рука у тебя остается ты можешь руки дальше когда еще и с руки можно картина это лучше артефакт почему будет с другой стороны он дохнет от стади сайлинцы например они допустим ты по-прежнему что да какая-то карте 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 ну а вот а допустим коэнти карны и ведь один из камон кто это кто играет очень грандом час ну один из ну чем угодно к лаганкой там чем хочешь боба рейдом кто играет к лаганкой а брэйдом я играл брэйдом и но суть в том что фрэнзи гальваник указывается суть в том что фрэнзи он не только ценный мех но все-таки еще карта которая не хейтится частью хейта так но тем временем уже не как-то не задается с какое-то давление с тем чтобы создать у него много карт в руке нового не тоже что-то не особо перманент если он засел на контент на найти ответ продолжим пиарить нашу статью с для метода то инвентабилити мне кажется на стороне ваня в этом матче я забыл что значит но это значит что если игра будет длиться сколь угодно долго то скорее выиграет он ну да тут я соглашусь потому что а вот кстати с hardscales я могу и не согласиться с тобой ну другое сделаю да уже есть свои движки там он мог засадить вот этот evolution или лип чтоб сакать сакать существ респонс на ремовал и трогать новых существ у него есть эти модули которые генерируют токенов так что в принципе да свои некие движки это кто не знает это спал пирс да но можно заплатить 2 на самом деле да можно заплатить 2 и и как бы ну вроде это мне кажется разумный play ну да тут вполне разумный то есть там может быть еще один пирс но тогда ты опять же сгенерировал я тогда же карты 2 нтж до сидела а snap пирс возможно от пирс ну став пирс не так плохо как допустим 2 пирса потому что ты все-таки часть этого адвантажа отыграл обратно но опять же по контрюл френзи как-то утилизировал пирс который в целом не френзи пока ну я имею ввиду скилл движок скилл как-то утилизировал этот пирс в том матче где он не столь можно убивать полезен много земель себе сдали ну много ну там еще каната есть одно уже не которое можно в дальнейшем пожертвовать я бы не блокирую почему нет потому что он или суда и у тебя есть пилду в рунчном сломать то землю там филда какая разница то есть а все под контролем пока что не не бросил внимание так ну что у вани у него есть землю есть можно передать вот типичный другу контроль ну да то есть это как раз вот такой twin style игра когда ты можешь из серии просто раздал по курве камбу до свидания а можешь сидеть и зачем нам твин формате у нас сахили есть бросай драй друида собирать сахили ты можешь собрать зеленым цветом тебя даже часть карточек зайдет не можешь сахили положить друида или наоборот друида в сахили ну не уверен насколько они хорошо друг с другом сочетается на положить то можно там скорее с карном собрать ну да труд с карном это интересный вариант ну да бы то ни было же не думает у него есть но там есть как гербак волки в руке он может его по костить на много маны и нам можно упереться в контру конечно что неприятно но с другой стороны чуть-чуть делать проблему тоже много мана это всего на 2 ну он мог по костить на 6 тогда он бы затопал свою канопе землю а так он может еще мог бы покажет на 6 него не топается мог точно когда даже на 6 тогда еще грустно так ну вами на самом деле не знаю он решает ломануть решает ломануть вообще правильно nexus nexus и теперь он еще может видимо что-то покастить с этой своей маны которые у него сейчас есть на 5 эфире нет это же в чужой ход ремонт нам чего нет это же хитербак стеки ну уже не единственный плюс ему пришел базик так что он может теперь сахнуть свой канопе в конце хода и антопнуться с дополнительными картами в руке пытаться что-то сделать вот это то о чем как раз мы говорили то что они очень маленький велосипед ну да маленький но в данном случае хоть он есть ну вот ремонт как я предполагал ремонт афинити блин такой человек в 2013 вернулся ну слушай это модерн тут все путешествия во время хорошо еще никто турбоходами не пришел это совсем но стремила есть ну да и стрика жаня перекачивает кингер бак обратно хочу я видел лист монарет фениксов с деми годами четырьмя деми годами у меня все такое ну что остается на ваня отболтил то хинкер бака пока он не подрос но дальше просто land rock передача хода так что уже не есть шанс если он что-то хорошее так как-то дальше проводить свою линию реманда не очень оставлять это да ну возможно не знаю почему нет смотря что у тебя есть в агроплан если вы в контрольный план и на просто проблема в том что обычно у аф не куча дешевых спалов и они серии и перекастить все обратно не особо запариться допустим он убрал он брал 2 то еще что-то что он убрал он брал 2 нарсет точно веносе до 2 то ну как бы ремонт лучше чем 2 нас это хотя бы ты возможно я не знаю я нас это оставил зачем я люблю дроваться когда телесу ломают а сейчас бы подробоваться со мной люблю дроваться поэтому я здесь видно ты понимаешь модерн он не про то что дроваться там два варианта либо тест и либо ты дрогаешься при том что у тебя на столе стоит какой-нибудь существо какой-нибудь плейсболки за три маны увы и еще какой-нибудь с 1 и с другой который у и вот этот вот там черненький такой видишь как на нарсет лучше ответы ищет понимаешь все-все окей нарсет находится с тони сайленс по-быстрому что это нам тут задонатили да на самом деле это хэштег барыганы несите нам наши ваши деньги то может тоже по шесть тысяч приносить а в принципе не против вот по 6 а можно поменьше в чем нельзя нельзя но в общем надо тем временем ваня поставил стенку дропнул еще одну землю в общем как бы уже не неважно с давлением но и у вани тоже пока ситуация ситуация умеренная ему нужно находить ну конечно где-то моего не просто нет сейчас энджайны в общем проблема то есть ему нужен какой-то звакер волки даже создавать какой-то филидар блинкнуть эту стенку хоть что-нибудь snap кастер не знаю там просто в данный момент название просто флудит просто очень флудит ну и же не тоже под служит у него тоже много земель нужно карна даку карна уже уже накатить может кто ваня-то ваня-то так уже ничего делать жалко жалко но пока что можно можно а можно мы играли в контролях факт of fiction до играют в сингл тончика мы играют одной копии играют двумя и принципе смотря как этот карту распробуют или нет но мне кажется можно играть и больше то есть мне очень нравится факт of fiction он крутой в том контексте что ты можешь передавать много маны потом что делать если ты там не костишь криптик ты костишь факт of fiction или опять же он дровается в обход на арсет ну и все в таком духе то есть он и в мироре хороший очень хорош он до факт фикшн крутой он комбийца со snap кастером не знаешь ты играешь крусе было монка комбийца с крусе было в общем факт of fiction им играют я думаю могут играть даже больше или стоит играть больше чем сейчас ну а что тем временем в партии нас происходит там запаса snap кастер пас от пассилия ядовитую землю от пассилия но это остается маленький маленький равагер факт нет не равагер одну соседа ты имеешь ввиду это воркер это воркер ты воркер и мир панд волкер и доктер уже не у вани есть snap кастер и стенка куча земель колоннады или к пассивную игра довольно у нас получается ну немного дальше происходит ну по сути каждый из игроков ждет пока он что-то что-то подробует хорошее мы видели же не уже использовался обе канопе земли ваде тоже использовал какой-то дров там с риманда со стенки со всех дел ну на этом как-то пока у них мысль останавливать волдинг джар да например нового полезно и ну он нужен в этой колоде но конкретно как-то дэк сейчас он плохо ну на что делать это принципе часть твоих всяких быстрых рук когда ты там жару опал то на первый ход второй дроп тоже неплохо не я не веришь он плохой в этом колоде ну как бы не самый лучший табык да так что поделать а ваня положил уламога в колоду не в курсе и можно сахили скопировать зачем уламога в колоде чтоб схожу с хастой идти в атаку ты сакаешь нормально уламога коп идешь в атаку с хастой понимаешь ладно такой смотри-ка ты понял что это плохой план ну нет кстати вот ну например я сейчас играю в сайте друида одним козелеком старым против мило ну понятно это против мил плана туда ты просто кладешь его иди паришь это что смельно на самом деле ну друид то может показать если ты его подробно то есть его подробно в руку то ты его просто знал что получил конечно он покатил таком подробно 4 карты и сказал там дальше прокопал и закрутился ну вообще по тем тех плохой не надо так делать я сейчас буду убирать кого-то так ну а тем временем у вани был филидар кажется он с учетом блинкнул и там пока сил филидара и кажется блинку просто стенку могу бликнуть snap кастера и например перекастить там болт но болт зачем в токена но стенка философия огня что не читал что ли ну типа блин тебе сейчас совершенно не неважно что там болт в этого в токена это не в лицо а в токена ну зачем тебе токен не парит ничего чужие ресурсы ну как бы блин там и так подробовать свою карту цене о чем убить токена я не спорю я просто сказал что была такая опция сказал что это опция была лучше а вот начался теперь темпа плант вина дать знаменитые атаки существом 1421 снова с вами узнали согласны это же сейчас вьетнамские флешбеки сейчас кто-то словил взять я словил не знаю как вы так тем временем же не решил потрейдить такой вот таким воркера со snap кастера приложить каунтер на топтер тем временем ван не играет аннелин спорс получили генерит хиты и ставит на скану том токенов не отдать существа у принята 1 надо токенов не ставит ну хиты ставят хиты ставят хиты тоже полезные чтобы от какого-то неожиданного захода не отъехать уже не похоже много реактивных карт руке и у него там клейм еще со старта игры до виолетта тут с нами сидит и ну да то есть вы пытает потихоньку вань тут начинает уже выходить вперед у него есть когда ростой инве инве это били инве добились и до которых игра затянулась довольно долго так что теперь уже бывание вот есть колоннада очень серьезная тут угроза которая скоро антапнется и сможет активироваться у него может быть даже будет достаточно маны чтобы ее активировать и на атаку и на блок какой-то момент ну что разумеется тоже неплохо но там есть еще два в один джар а то есть подруга что-то летающего на все выше в этом какое-то количество ходу да безусловно уже не может пожить но бы мать пожить это не то что ты хочешь делать против такой колоды до выиграть тут уже как-то тяжело потому что с одной стороны уже филидар на столе и в любой момент ты ну ну можно посадить таким под таким и погенить хиток получить двух топтеров так что это принципе все как-то еще дальше можно жить ну да вот он сейчас получил двух топтеров до 2 топтера и у нее еще два в один джара есть на типу да то есть в плане пожить уже нет проблем ну проблема в плане выиграть в плане выиграть вот есть проблем то что там есть или и ремонт как прикрышка но да тут прям максимально надежно а уже не всего 1 мана антопнута и соответственно ну как бы конец немного предсказуем даже если у него есть там дисмембер то он не сможет ее перекастить ну видимо же не решил доиграть до конца поскольку экран такой соревновательный мак и из серии ну пускай оппонент покажет все что он может сделать так далее как бы пускать скроет до конца ну а ваня такое все кладет свой ремонт на стол типа ну смотри у меня есть ремонт типа твой дисмембер дипломатия дипломатия пошла в ход я могу тебя убить на убей любви суши я могу покрутиться уже ну покрутись вот дисмембер дару женя сам играл твином одно время так что он конечно понимает и его не выиграл 1 ваня выиграл 2-0 но матч я думаю в целом больше в ванину пользу чем мы позовем конечно если если он если он если он согласится не ну как он может не согласиться ну как он может не согласиться молча но если ваня не согласится то дропнем вас турнир он еще коммитить должен ну вот как раз сейчас мы узнаем ну вероятнее всего они ставят людей ставят которые без поражения я так полагаю да не факт но скорее всего нам не присылали счет на самом деле их по турниру но можно так предположить что они идут без поражений интересно либо 3-1 максимум интересное решение сахили комбо сахили комбо хорошая колода я я больше увидел не столько сахили сколько контроль сахили не ну просто у тебя есть контроль с комбо аутом как бы да все все очень и 5 возмущается почему же не заложился на ремонт ну да наверное всех несколько пожадничал можно было бы а у него видел я не уверен увидел потому что по идее там никаких суржиков ничего такого не игралось что-то на службиков ну он опять же снарцет он его не показывал не показывал не помню что он увидел а мне то что видел в принципе то что они есть в коллоде и сетсон должен был сыграть вокруг этого и напорядку ну да то есть он мог просто хинкербака этого ставить вот не на и на 1 она 2 если не на 2 на 1 это как раз такая классическая ситуация типа ты играешь вот вином и ты такой думаешь и серии я уже проигрываю в контрольную игру надо поднажать чтобы запрессовать его сердцем ты под нажимаешь перетапываешься и проигрываешь комби либо наоборот ты сидишь и максимально надежно играешь против комбы и проигрываешь на столу то есть это вот было описывал меня тоже нам лимитаде была статья с переводом от помощью это ложный темп да по моему джерри томсона проложный темп там очень хорошо все это описано если вам интересно за уже бесплатно уже зайдите почитайте на вот нам пришли даже на за нами выходе что же андрей привет привет ваня салам братья я рад вас всех видеть студии иван воронцов вань каким счетом ты идешь в итоге знаешь и ну я проиграл одну партию за весь турнир и проиграл потому что серому неправильно разложил разложу карты неправильной последовательности так бы обошел 10-0 и но я при том что играю плохо и реально то есть в четвертом раунде играл настолько отвратительно что сам сгорел каким-то чудом там напрулил вот но в общем я перед ну дека все делают и так крутая мне нравится ты решил без зеленого цвета играть смотри я да и сразу я знаю что есть некоторые хобби люб есть листы там типа семь или восемь торгов чтобы с гарантированно ставить тэфери или норсет на 2 но мы санта во первых я в принципе серьезно не рассматривал этот вариант тут все довольно базово андрюха абрамов его тестировал говори что ну это либо очень хорошо получается либо в какой-то момент и начинаешь дровать этих самых дорков и колода становится сильно хуже вот изначально я этот лист увидел в мае наверное еще в мае начали массово играть короче появилось несколько крутых пилотов которые начали показывать очень высокие результаты с джискай сахили и когда я увидел изначальный лист она мне показалось очень очень гармоничной очень хорошей но не не мне ничего не бесило на это уже это уже хорошо я в итоге сначала попробовал лист которым 1 1 такой пилот мадо кстати подписывайтесь на ютюб и он очень хорошо играет очень очень интересный канал он отыграл лигу 5-0 но изначально у него были спрэйдинг сизма и не и 2 венделионские клики в свою очередь параллельно с этим джим дэвис и бен фридман какой-то крупный турнир оба залезают джискай сахили контролем это более агрессивная версия там например нет волну фами там более контрольной версии нам нет волну фоменс там нет венделионских клик но там больше контры риму гола и так далее более тяжелая версия почему она мне не понравилось потому что тебе убили кошку сказали суджек сейчас половина филда играют с уджиками в моей не а бурн план он конечно работы но работает далеко не с каждой колодой и вот в итоге я пришел к той сборке который пришел сначала я сыграл в трилогии и ms сыграл 33 но там и настроение было и впервые колоду в руки взял понял что спрейдинг сиз плохие что ими играть не нужно только если у тебя там половина в метод раны этот как бы довольно сомнительный вопрос надо играть спрейдинг сизами ну да там все все равно найдет дополнительные земли это не не решает проблему соответственно отказался сначала от спрейдинг сизов а потом я отказался от венделионских клик в пользу спал персов мои новых двух вот они меня вот на одну игру выиграли точно потому что это мои новые во первых это моя новая прикрышка за одну но самое главное это поконтрил чалис поконтрил лутинг на ходе пока ты поконтрил алтарь то есть выбор либо спайл снара либо в общем ты на свой первый ход очень если ты выиграл кубик то ты можешь сломать план оппоненту на игру просто полностью оставив спал пирс в руке он он может подготовить алтарь в деменция когда-то на дрове то есть масса применения а спал снара да спал снара на контрит алтарь проблем в том что больше ничего так вот реально так того что тебя парит она не контрит ну чалис на один тоже контрит но в общем спал пирс получается гораздо более полезным в текущей мете те же контролях ты кантри шикволкера за 3 и все да конечно те же троны ты просто собрал трон карты not in my house и так далее то есть и самое главное ну вот вы увидели я впервые убил комбой на 4 при том что она в чем причем прелесть это колоду тебя есть тузы чтобы отбиваться от ранних угроз там в плоти хагаака на 2 и так далее потому что есть пасы у тебя есть чем кем по чемпица а если тебя не навалили с той стороны то ты просто ну и вот на вы вываливаешь и задаешь вопрос есть тебя ответ на такое или нет углов атаки очень много несколько матчей выиграл колоннады их две вот вопрос как может не положить в 23 землю еще одну колоннаду потому что все равно ты количество дешевого римуал настолько велико что ты можешь втапываться на колоннаду на перхуд вообще без проблем то что на второй стенка на 3 болт там еще с чем-то snap болт квадратная очень-очень вообще игра играйте ей я не смотрите на этом турнире с хагами не играл я играл с в первом раунде с какой каким-то друидом но это был очень странный друид с кучей поиска и отсутствующим тулбоксом то есть это не надо не нормальный с девастейшен и ладам рекол а там были эшен стерингс там были траверсы там были бублики там был в общем все что можно и болеть типа ты один да 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 ну бы с абонент строкол там да 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 вот но он как-то вот не развалился ну он нас пол персы садился и так далее во втором раунде играл с морду токенами жене горностаевым очень потный тяжело выиграл 20 в третьем раунде играл с джандом 20 причем была замечательная ситуация я покипал рук у меня была одна земля сером две стенки ну и про этом snap кастер пас по моему но я мужик на ходе же надо такие руки кипать и в итоге до пятого хода не видел больше ни одной земли я все равно у него выиграл то есть эта колода прощает ну хорошо ошибки она не прощает как показал матч духами вот в четвертом раунде где я в общем очень потел ошибался но просто отскочить можно когда у тебя есть но на стоп дека выигрывает у тебя стоп делью много и комбайн конечно есть ты можешь вот как будто обсуждали пока тебя ждали что ты из серии у тебя есть план именно просто выигрывать вот тем словом который у тебя есть и оппонентом стоит перед проблемой либо ты хочешь обыграть этот стол и сильно как-то втапаться тогда ты рискуешь поиграть как-то именно либо ты играешь супернадежно чтобы не поиграть комбей прыгаешь столу но это то же самое как вот допустим вот раньше был твин да то есть но здесь еще появились вот эти мощные волкеры тип теферии нарцет который ну я считаю прям крутые вот ты знаешь с ними очень неоднозначно то есть я играю 2 тефли 2 нарцет 4 сахили я вот очень нарцет в огромном количестве матчей это просто от сайт номер один в бешеном безумном количестве матчей ну кроме увы очевидно мне кажется теперь никогда не отсаживать тэфери нет тэфери нет а вот вопрос там что может быть там играть типа три или даже четыре тэфери и отказываться может быть от нарцет может быть отказаться от оптов просто меня в ты ну просто мне не нравится они хорошие на став кастером комбинации грилис надо тюнить важно вот ну просто до колоде петел угол из взял ее по моему он здесь же на турнире тоже играет джет sky копикатом он вышел в топ и м с который играл я вышел в топ и м с мытищах кирилл царьков вышел в топ 8 м с джет sky кошками короче очень большое количество магов сели на эту колоду и я не ну я перед сезоном говорю что дочка огонь я ну вот я я здесь я мамы 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 я в топе ночью вайн молодец таха хорошую выбрал деку и в принципе ты тут видишь ты где-то там ошибался но в принципе все равно если ты дошел до такого то думаю до такой жизни до такой жизни дошел за ватный играл и думаю то есть от опер ты играл вот сейчас харден скилс аффинити и наверное это матч для них не суперкрутой звездных есть баллиста которая может прерывать камбу в обход чем проблема я как вот классика сайбали я не против сахили вот стандарт да из я как раз был на стороне вот баллиста я играл bg констриктором в то время когда все играли 4c копикатом ты знаешь я просто ну наверняка я не принимал далеко не оптимальное решение потому что я до конца все равно не понимал откуда мне может прилететь что надо вот точно убивать да вот единственно же не ошибся последний момент он зачем-то про и то есть я понимал что там или дисмембер или еще что-то и он в топался он оставил одну открытую ману после чего ему сразу показал то есть если бы если бы он не в топался я бы не комбился на этот ход этот я просто сразу говорю что то просто он не выигрывал это в любом ну не то что не в любом случае но у тебя была и колоннада и сахили которую ты можешь просто в плюс скроется до конца как улов атаки полно вот типа столу вот через земли не вопрос именно в том-то и дело что он видимо хотела сохранить какое-то вели типа то есть не отдать этого хингербака под паса ну да но у него на через клейм был в руке он ошибся то есть он потом говорит что и надо было просто на через коем говорить в своего да и тогда у него две открытых маны я уже не с ремонтом не полезу это да это вот то есть либо может было хингербака не ставит сразу на 2 допустим на 1 опять же большим ануте да 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 то есть это все подчеркивал ты хочешь ты вытягиваешь я я бы говорил любовал все в любом случае то я боюсь ходуна потому что у его вот тут вот внезапно тебя убили то есть какой-то момент я у нее спрашивают и меня убил потому что я реально не до конца понимаю откуда тебе может прилететь потому что несколько листы менялись но самое прекрасное в этой ситуации следующее вчера если вы зайдете на топ-дек вы увидите на первой страничке регистрации кубка четвертого ухода м салан рек и в том что по пути из мытищ я дико полыхнул сказал что больше играть в это говно не буду сейчас отыграю кубок четвертого ухода и поеду в родную колонну играть и м с в итоге пару дней назад я пишу даня который является одним из организаторов горю дань я покомментирую лучше играть что-то вот не хочу вчера полдвенадцатого ночи пишет серёга люднов говорит вань ты комментируешь топ-8 игры но если топ-8 комментирую да я приеду швейцарку поиграю чтоб не день не терять и вот теперь видимо ну видимо видимо без меня пока пока что кто-то другой да поэтому ничего нас если отлично все ребят спасибо я правда немножко буду устал и а может ведь если у меня бои и если вам нужна помощь я смогу посидеть покомментировать если хотите поэта постик пикать конкурентов я это я это я и так могу это